Здарова всем! Мы сейчас посмотрим вместе с вами новый ролик Чака, выпуск про мультразнос. В этот раз он разбирает Космический джем 2, который вызывает боль. Я загуглила специально, что за Космический джем, первую часть. Какой-то баскетболист с кроликами. Это дико старый, да, фильм. Ну, дико старый. Ну, не дико старый, но старый, как бы. Я там, у меня было пару лет, когда он вышел. Я его не смотрел, но я видел. Я вроде кусками не смотрела. Я точно помню. Короче, была тогда интеграция в настоящее кино 2D-шных мультяшек. И помнишь, был такой мультик, кто поставил кролика Роджера? Да, первый. Вот это я точно помню, да. И вот там что-то такое в стилистике, и, видимо, выходило продолжение, про которое я даже как бы и не слышала. Но сейчас мы его узнаем про него вместе с Чаком. Погнали. Снак ревьев. Так. Приветствую. От себя могу с полной уверенностью сказать следующее. А, как вы можете заметить, я обожаю Луни Тюнс. Ой, слушай, куча всего у него. Блин, надо было мне одеть свитер с этим кроликом. Всё. А я не одела. Не подготовилась. Не подготовилась, не подгадала. Я их обожаю. У меня просто он рандомный. Просто был прикольный свитер, на котором был принт мультяшки. Я такая, о, класс, мне он нужен. Он стал настолько, что затирал до дыры фильм Луни Тюнс снова в деле с Брэндоном Фрейзером и, разумеется, космический джем 1996 года. Я обожал первый фильм. Хотя, по сути, это одна сплошная... А, я поняла. Помнишь, была как-то новость, где эту крольчиху, девчонку, она же была в первой части вся такая, знаешь, как черлидерша одета. То есть, у неё был короткий топик, формы, такая мини-юбка. А в новом фильме, чтобы не было её образа, это, знаешь, эксплуатация. Как сейчас очень модно, феминизм. Кто поставил кроли корольчиху, это дуа? Нет, это другой мультик. Там другая была. Там была женщина, которая рыжеволосая, с такой красным таком платье облегающим. Это другой. И, короче, ей там одели максимально такой бесформенный спорткостюм. И это как, типа, сейчас веяние феминизма. Знаешь, там персонажи из игры, как вот Zero Horizon Dawn. Вот Элои это сделали немножко покруглее, щёчки и всё такое. Ну, типа, что вот эти вот все... объективизацию брать. Мерце длиною вечность. Ещё в начале 90-х Найк создал успешную коллаборацию между баскетболистом Майклом Джорданом и Луни Тюнс, чтобы зрители всех возрастов покупали кроссовки Air Jordan. Продукция рекламы была настолько успешной, что всё доросло до полного метра. И, несмотря на эту поднагодку... Окей, началась как шутка, как реклама, а в итоге сделали и целый фильм. Оригинальный космический джем — это потрясающая продукция его времени. Музыка, стиль съёмки и культ Майкла Джордана. От этой картины прям пахнет Америкой 90-х. Да, этот фильм не идеален, но сейчас он смотрится более чем креативно, лампово и весело. Космический джем много раз пробовали вернуть на большой экран. Багс Бани с компашкой должен был коллаборировать и с Тони Хоуком, и с Джеки Чаном. Но в итоге всё сошлось на прикольный и Луни Тюнс снова в деле. Я искренне люблю этот фильм за его поехавшись. Но зрительские сборы щёлкнули студии по носу, и от Багса Бани на большом экране отказались на долгие года. И вот, 18 лет спустя... Знаешь, мне кажется, почему это может быть не у самой хорошей идеи? Потому что спустя 18 лет то поколение уже взрослое, и они типа на мультики уже как бы не ходят, а дети, они вообще, это не их герои их детства, понимаешь? Им вообще неинтересно, они такие типа какие-то челы, которых я не знаю. И они сейчас смотрятся не очень хорошо. Ну, может быть, сейчас сделают ремейк, который сделает как-то потрясающую интеграцию, и это будет прям выглядеть как вау. Я сомневаюсь. «Космический джем» вернулся. И когда я узнал о выходе сиквела, у меня кирпичи от радости из-за днц посыпались. И вот они, новые, свежие, обновлённые и всратые. Это удивительно, но в сиквеле «Космического джема» абсолютно всё сделано неправильно. Давайте попробуем разобраться, почему. Ух, стой. Итак, фильм запузырился. И по заветам первой части всё начинается с флэшбэка, где юному баскетболисту по имени Леброн Джеймс дарят геймбой с игрой про Багза Бани. Но, отвлекаясь на консоль, он начинает косячить на игровом поле. И можно сразу запускать уморительную игру под названием «Найди белого». Не, ну есть вот этот поле. Раз. Тихо. Вот и всё, ребят. Всё. Тренер толкает мотивационную речь, мол, игры — это зло, и Леброн выкидывает раритетный геймбой в помойку, который ему безвозмездно подарил друг всего пару часов назад. А ты так вернул бы хоть назад другу, прикинь, какой наглый. Ему просто друг подарил навсегда, а он такой сразу «Мне не нужно твоё». Как будто флайер ему на дороге прямо дали. Жасно. Такую вещь, это кощунство. Кощунство. Не, ну не козлина после этого, а? Козлина. Далее вступительное интро, как в оригинале. Проблема в том, что в первой части был супердинамичный монтаж поднимения культовый трек. А здесь какой-то вялый рэп с непереведёнными вырезками из новостей на фоне видосов Леброна из Инстаграма. Параллельно мы узнаём, что никто из состава оригинального фильма не вернулся. Даже режиссёры оригинала Джо Питку попросили на мороз, очевидно из-за того, что он недостаточно чёрный, и заменили Малькельмом Де Ли. Чей послужной список состоит из... Очень страшное кино 5. О-о-о. Ясно, спасибо, я не голоден. И ключевым звеном является то, что сам главный герой, баскетболист Леброн Джеймс, э.к.а. Король, спродюсировал данную ленту и, очевидно, имел творческий контроль. А что в этом два? Это будет, типа, как я Гусейн Гасанов, только я... Леброн, я забыла, я не держусь китболом, да, да. О, спросите вы. Идеальный семьянин, бизнесмен. Хорошо, что у Луни Тюнс есть такой могучий игрок, как Леброн Джеймс. Суперзвезда социальных сетей, миллионы фанатов по всему миру. Следим, следим за тобой. Да, Гусейн Гасанович, она пошла, я поняла. Это просто бомба. Ты только посмотри на него, бит. Кролик сыграл с тобой суперзвездой НБЛ. Он король. Да так. И вот наступило наше время. У Леброна уже свои дети. Один из них, Доминик, забивает мяч, как тут. Доминик. Что это было? Ну, очевидно, это был плохой дубляж. Да, кстати. Ты слышал, как голос дубляжа? Еще разок. Если выходишь на площадку, надо выкладываться по полной. Такое ощущение, как будто... Знаешь, актер... Знаешь, какое ощущение? Ну, такой дешевенький. Нет, еще такое ощущение, как будто смотришь просто российский фильм. Ну, несмотря на актеров, да? Потому что, когда там актеры играют, вот у них бывает такой вот голос непоставленный бывает какой-то. Ну, не такой. А когда актеры дубляжа, то у них совсем другой голос. У них такой прям максимально профессиональный, так максимально сочетается прям с персонажем. То есть здесь еще был непрофессионал? Не знаю, но как-то они подобрали сочетающийся голос, мне кажется. Или, может быть, манера говорения не та. Такой, типа, а это что-то такая? Или, может, просто... Как будто сериал с ТНТ какой-то. Не подходит ему? Я не знаю, не понимаю. А что ты выложил? Я не понял. Где базовый? Ну, как будто сериал с ТНТ. Смотри, где базовый? Да, чё, рядом мне пацаны. Сейчас пошла заставка. Ну, вот такое ощущение. Дамы и господа, прямиком из кальянной на игровом поле дубляжа рэпер Эл Уа. А-а-а! Дарюс, хорош. Всё, вопрос снят? Всё. Хорошо, спасибо. Понятно, что ты сказал. Я всё поняла. Окей, спасибо. Я вижу всю площадку. Как он это делает? Что ж. А здесь видишь хороший группа? Да, потому что там, это как, знаешь... Не персональный перевод. Это, короче, как проблема киберпанка, мне кажется. Я не играла, но я видела вот эти обрезки, отрывки, короче, где блогеры озвучивали. Нет, всё-таки мне больше нравится, когда это делают люди, у которых очень большой опыт работы в этом, и которые прям это очень классно делают. Потому что впечатление прям очень сильно портится на самом деле. Да, когда всё-таки идут... Либо ты должен прям дико постараться, и каким-то образом тебе должно было поучиться. Нет, тут ты не постараюсь. Тут от страны не зависит, опыт должен. Учиться, учиться. Да, голос специально поставленный. Да. Теперь мы обиделись. Что ж. Если на ужин тефтельки, то мы отложим мяч. У, тефтельки я люблю. Это будет тяжело. Да. Перед нами голливудский блокбастер с главным героем, чей эмоциональный диапазон равен зубочистке. Хуже кастинга просто не придумаешь. У Леброна Джеймса отсутствуют какие-либо навыки играть лицом, а Эллу Уан местами слова выговаривает с трудом. Про игру голосом я вообще молчу. В совокупности полная катастрофа. Достаточно отключить российскую дорожку... По сюжету сын Леброна Доминик хочет разрабатывать видеоигры. Однако батя вообще его не слышит и насильно запихивает в баскетбол. Ну вот жена делает втык Леброну. Мне кажется, в наших реалиях было бы наоборот. Сказали бы, что какой баскетбол? Баскетбол пробивается единицей. Пускай лучше компьютерные игры разрабатывают. Ну знаешь, обычно родители наоборот смотрят на то, где у тебя больше шансов хорошо устроиться в жизни, хотя бы чтобы у тебя была постоянная работа. Они смотрят опять же из своего опыта. Если она думает, что типа там какой-нибудь грузчик много получает, но эти грузчики ему строят, понимаешь? Ну да, и типа вот батя своим баскетболом такую давиду заработал, значит и малой должен идти на баскетбол. Да, да, да. Понятно. Если я не буду на него давить, то все эти развлекухи... Ему не нужен тренер. Ему нужен отец. А, теперь я все понял. Тем временем... А что он в шапочке дома спит? Ну то, что истинный баскетболист-рэпер. Я понял. Предлагаю триквилл, где главным героем сразу станет Гусейн Гасанов. Я про это и говорил с самого начала, понимаешь? Потому что смотрела, Алина. Да, сарказм. Снова. Эта дикая ассоциация же есть, да? Можете не сомневаться. Фильм будет вылизывать жопу Леброну Джеймсу до самого блеска. Ведь главная завязка фильма заключается в том, что Леброн Джеймс слишком идеальный. Не обешуток. И злодей Алгоритмус завидует его популярности и хочет сделать цифровую копию Леброна, чтобы быть более умным и более популярным. Что? Добро пожаловать в сюжет. Ленчаева. В перемешку с графикой из Дети шпионов 3D. Это люди со всего мира подключаются... Ну не надо. На тот момент, когда выходили Дети шпионов 3D, это было классно. У нас как бы не было альтернатива. На свое время они смотрелись круто. Ну да, первый раз, да. Сейчас как бы уже... Сейчас посмотришь, конечно, что-то вообще... Ну тогда было классно. ...моему стриму. Скажи круто. Ну да. И тут игра Доминика ломается. Нет, нет. Не стирай персонажа. Блин, весь персонаж стерся. О, нет! Чтобы его восстановить, нужна как минимум неделя. А, неделя? Ну ладно. В чем кошмар такой? Ноль эмоций. Абсолютный ноль. Слушай, вот этот звук в такой загрузке, знаешь? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А почему ноль эмоций? Можно как раз таки показывать то, что, типа, мне пофиг. Да мне пофиг. И вот Леброн приезжает с сыном в Уорнер Бразерс. И вот даже на номерах тачки написано «Король Джей». Я бы вспомнил про Майкла Джордана, который был живым и по-своему обаятельным персонажем. Он ушел из баскетбола в бейсбол, но играть в бейсбол у него критически не получалось. Этого парня нельзя было назвать везунчиком, он мог ошибаться. Он был живым. Но Леброн, о нет, только не Леброн. Идеалити он. Я работаю алгоритмом на Уорнер Бразерс, студии, создавшей столько классики. И насравшей на нее... Честно, я вообще не понимаю сюжет. Вот я вообще не понимаю сюжет. Какой-то алгоритм, какой-то компьютер, почему-то Уорнер Бразерс, почему-то мультяшки. Из-за того, что Малой выкинул геймбад этот... Что? Почему батя баскетбол? Как это вообще все? Такую кучу. Бэтмен против Леброна. Леброн престола. Леброн и тайная комната. Говорят еще, что Леброн Джеймс какает бабочками. Но это только слухи. Зато смотрите, сколько мерча с Леброном. Что это вообще такое? Даже специально купил? Студия предлагает ему сделать мульткопию, что, разумеется, Леброну не по нраву. Слушайте, я баскетболист. Когда спортсмены играют в кино, обычно выглядит убого. Он там все патроллил. А может, он понимал на самом деле, что это будет убого, я не хочу. Они такие, ну что это, бай, будет классно. А мне кажется, он как бы понимает, что... Знаешь, он такой, я хочу про себя фильм. А ему говорит режиссер, слушай, Джеймс... Ну, как-то убого выглядит. Так, я сбылся деньги, я хочу. Ну, давай хотя бы в шутку сделаем самоиронию. Ну, хорошо. Да. И справедливости ради, даже киношный Warner Bros. не зовет тебя играть в кино. Они просто говорят, мы сделаем из себя мультик. Ты ничего не понял. Этот ваш алгоритм какой-то больной. Это одна из худших идей, о которых я когда-либо слышал. А почему Леброн так жестко захейтил алгоритм? Как-то не очень этично. Вы озвучили мои мысли, это просто мусорный алгоритм. Мы отменяем тебя, алгоритм. Это ужасная идея, очень глупая. А что, во вселенной этого фильма Леброн Джеймс единственная звезда на планете, да? Слышали про Е3, лагерь разработчиков игр? Да. Там сборы в эти выходные, и я поеду. Ты не поедешь, у тебя баскетбольный лагерь. Опять? У тебя там прошивка ежедневно сбрасывается, и каждый день все заново? У вас же только что был, типа, душевный разговор. Ну, заносите жену опять. Доминик, я твой отец. Я говорю, стой, значит, стой. Я сказал, стой, значит, ты стоишь. Я сказал, значит, стой. Разумеется, алгоритм обиделся и загоняет Леброна с Домиником в серверную. Прятки со мной играешь? Все эти компьютеры, это твой прикол. Блин, не могу, настолько озвучка от Талуана такая. Знаешь, почему взяли? Знаешь, почему взяли? Потому что он рэпер. Вот мало того, что он рэпер, он еще баскетболист. Да, он еще баскетболист. И поэтому они подумали, что вот ему подходит, вот ему, как и никому, будет понятно. То есть, очень похожие персонажи, но голос не подходит. Я понимаю их логику, но это нелогично, потому что нужно выбирать актер озвучки, которые... Профессионалы. Или озвучание, как это правильно называется, да, которые хорошо подходят для нового персонажа, а не потому что, типа, о, тут у нас фильм про топ-модель, давайте возьмем на озвучку топ-модель. Они у нас так и делают. Типа, знаешь, прям и внешне даже как-то похож. Так, когда мульты делают, передавают в анимации, подрисовывают прям под персонажа, как вот делали под Робина Уильямса, этого, Джина из Аладдина, помнишь? Прям специально даже внешность ему такую похожую давали. Ну, а тут как-то прям... Все вот эти вот твои приколы компьютерные не для меня. Пошли со мной мяч кидать, а то очень сложно воспитывать кого-то умнее себя. Я какая-то выходит. И вот Джеймсов сосал в матрицу. Мы в компьютере? Пап, Сири, вытащи нас отсюда. Пап, Сири! Это типа Сири? Не так играет? Да. Это святой Граль из хреновой актерской игры. Леброн не умеет играть лицом, а... Зато ручки растягиваются в игруши, а он умеет в своем ртом играть и все. Я домики. Не умеет озвучивать. Считается как хлеб с маслом. Я твой большой фанат. Я только думал, что ты выше почему-то. Смотрите, Дон Чидл прям в кадре уменьшился, чтобы быть ниже Леброна. Собственно, алгоритм похищает сына Леброна и говорит, давай сыграем в баскетбол. И герои отбаскетболивают в мир Луни Тюнс. Нет, 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 куда я лечу? То есть Леброн мог играть в баскетбол в мире Гарри Поттера, в мире Матрицы, в мире Игры Престолов, но мы играем в мире Луни Тюнс. Ну, наконец-то мы хоть в мире мультяшек. Ссылочка в описании. Перед нами появляется... Видел, там сразу упал? И Найк. Ага, это ссылочка. Я понимаю. Собак с бани на 28-й минуте фильма. В первой части на этой 10 минут не понадобилось, потому что фильм шел 1 час 20 минут. А это сколько? Оригинальный космический джемпо просто не успевал вам надоесть. А тут почти 2 часа. 2 часа. Я думала максимум полтора часа. Обычно такие фильмы полтора часа, как мультики идут. У меня есть две новости. Хорошая, мы можем отдохнуть от актерской игры Леброна. Плохая, мы его все же слышим. В чем дело, док? Справедливости ради скажу, что 2D-сегмент лучше, что есть в этом фильме. Бакс Банни дурачится и потешно поясничает. Тут еще потому, что из-за того, что это анимация, можно нормально хоть эмоции отрисовать, понимаешь? Да. Гипертрофировать, и поэтому она выглядит нормально и гармонично. Здесь единственное, что... Хороший это мультик. Такой голос остается плохой. Ну, как бы, да. Закрываем ушки и смотрим без звука. Старые добрые. И слава яйцам, что Леброна не стали снимать вживую с мультяшками, как это делали с Джорданом. Иначе была бы вообще катастрофа. Однако жаль, что Бакс Банни тут вообще сбоку припеку. Леброн попал в этот мир на полном рандоме, когда, как в оригинале, мультяшки наоборот похитили Джордана. Они хотели выиграть баскетбол, и поэтому им нужен был профи. Здесь же наоборот, Леброн выпрашивает мультяшек сыграть баскетбол, и это как-то нелогично. Слушай, Бакс Банни, мне нужно собрать команду топовых игроков... Ой, мурахи по ногам прошли в плохом смысле этого слова. Из-за озвучки. Дуэт собирает команду по вселенной Уорнер Бразерс. Это мир Гарри Поттера? Пуффиндуй? И далее создатели решили просто брать оригинальные куски с фильмами, и грядет мешанина, за которой я не поспеваю. Зима близко! Теперь он ваша проблема, балбесы! Это как сороки показать... Да, это был Рик и Морти. Рик и Морти прям... Да. Они-то просто брали и все подряд, там была Эдейна Эрис. Блестяшку. Эти отсылки не имеют никакой культурной ценности. Все в этом фильме сделано ради того, чтобы я просто сказал... О, это это... Да. Ну, за суперменность девяностых спасибо. Далее нужно забежать за Лолой Баней, которая, разумеется, стала сильной и независимой. Справедливости ради скажу, что они реально переборщили. Я все мог понять в этой жизни, но крольчьи сиськи понять не могу. Проблема в том, что теперь Лола стала... А видишь, что теперь как сделали ее? Про то, что я тебе говорила. То есть... Вообще. Вообще. Прогрессивной карикатурой, которая не запоминается от слова совсем. Но справедливости ради стоит сказать, что все герои Луни-Юн здесь вообще ничего из себя не представляют. С точки зрения персонажей, они вообще не считываются. Это просто орущая, свистящая, пердящая мешанина, которая, разумеется, нормально в баскетбол играть не будет. Ведь тренер из Леброна очень так себе. Ты должен признать тот факт, что потерял нашего лучшего спортсмена. Лучше найди его, он мой любимый игрок. А еще он лучший игрок NBA. Он восхитительный семьянин. У него потрясающий инстаграм, я уже подписал. Почему? Сынок прокачался. Ну, переоделся в новую одежду. И мы переносимся в игровое поле и грядет конец 2D. О, он сейчас в 3D. Да. Зачем? Почему Багз Банни теперь походит на плюшевую игрушку из Икеи? Новая версия Багз Банни выглядит, как игрушка, которую ты берешь, не глядя в аэропорте, для своего ребенка, когда твоя командировка затянулась. Джо Питка. Я, наконец-то, добьюсь признания и уважения, которых по праву достоин. Еще давайте людей через телефон засасывать. Откуда у алгоритма такая способность? И самое главное, что баб... А, а то он взял себе массовку, чтобы они смотрели прям там и болели. Только Монга. Не-не-не, там же куча людей, типа болельщики, смотри. Меняется яркими картинками. Вон Джокер стоит. Почетные гости. Нет. 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 Рожает она. Хреново ей. Мокрый огонь. Человек-монобровь. Ну, игру делал 12-летний, чего вы хотели? Вот к чему здесь эти фразы? Дам! Кажется, он тебя не слышит. Я его мать, так что пусть услышит. Дам! Почему это попала финальная версия? И враги выпали из ниоткуда. Если в оригинале были пришельцы, и у них с мультяшками была понятная конфронтация, то тут вообще невозможно уловить для кого, куда, зачем. И далее начинается игра. Я вижу какую-то яркую вакханалию. Тут просто куча всего и нету ничего. Вот такое ощущение, да? Куча всего и нету чего? Да. Это значит, что у тебя вот какая-то просто обертка яркая, красочная. Ты конфетку ждешь, разворачиваешься. Смысла в нем нет. Говна. Да, пластилин какой-то лежит, понимаешь? И ты такой, и что? И ради чего все это было? Я вообще-то собиралась шоколадную вкусняшку поесть, а вот мне вот это вот все дали. Да, это печально. Бросать снова и снова и снова! И снова и снова и снова! Мне нужно было просто дернуть головой. Нет, конечно. Но тебе шумового не требуется. Ну, не знаю, где отоспись, что ли. Почему выискивать интеллектуальную собственность Warner Bros. на заднем плане интереснее, чем смотреть на санкции. Да, там куча всего, смотри. Окей. Во! Разум! Что происходит? Это ж абсолютный рандом. 16? Табло сломалось. Это очки за стиль. Очки за стиль? Что? Да, это значит, что нормального баскетбола тут не будет. Команда мультяшек получает по тыкве, как тут приходит на помощь. Я привел Майкла Джордана! Я увидел его в зале! Он может нам помочь! Все еще? Да ладно. Да ладно. Майкла Джордана пригласили на камеру? Обалдеть, его же уже сто лет никто не видел. Номер 23! Майкл Джордан! Что? Другой чувак? Что это? Что это? Что? Что? Обманули? Ага! Ты притащил нам Майкла Би Джордана? Не смог найти обычного? В этой сцене неправильно все. Столько интриги ради тупой шутки. Просто взяли и филигранно накакали поклонникам оригинала на голову. Знаете, как они ждали? Вот как Чак сидел и такой, о, будет в фильме что-то хорошее, будет в фильме что-то хорошее. Это грустно, а тут в войне грустнее на самом деле, когда, знаешь, тебя так обнадежили, а потом жестко обломали. Спасибо! Мой сын играет за соперника! Да! Ты плохой отец! Я плохой отец? О, наконец-то конфликт завезли за 10 секунд. И что вы пытались? Стать такими, как ты. Потому что вы другие. И тут Леброн все осознал. Жена это, правда, говорила в начале фильма, но похер. Достаточно было просто за пару секунд сказать Леброну, что он плохой отец. И все внезапно вдохновились ровно за минуту. И сейчас будет все хорошо играть. Сделай смешно. И вырвут победу на последнем, вот прям, очке, я знаешь. Все, не делай так больше никогда. Ну давай, раскатай их. Просто по... Постой. Он просто стоит. Это самый нейтральный вариант на съемочной площадке. Леброн, просто стой, мультяшки все сделают за тебя. Чего здесь не хватает? Па-па-па-па, привет, я парки-пик. Рэпа. Рэпа не хватает, конечно. Стой вдали, если лежит тебе охота. Баскетбол. Рэп-баттл. Да. Баскетбол. Рэп-баттл. Почему на поле происходит все, что угодно, но только не баскетбол? Почему у Дона Чидла между дублями меняется одежда? Мы, наверное, этого никогда не узнаем. Я не совсем понимаю, что мы сейчас увидели. Я тоже не знаю, братан. Я прыгучая. Ну какой смысл фразе «я прыгучая»? И вот последний заход против сына. Как тут игра останавливается, и вместо финального аккорда нас ждет драматический спич от Леброна. Ты сделал улетную игру? Прости меня. Я хочу, чтобы ты был с тобой. Ты знаешь, как я люблю тебя. Вау, компьютерный Дон Чидл, очевидно, решает сделать отсылку на Скорпиона-скалу из второй мумии. И тут король доказал, что он король, и алгоритм исчезает на веки вечные. Прощай, мужик. Наверное, твой план был очень злодейский, если бы фильм смог придумать что-нибудь вразумительное, но увы и ах. И персонажи решают сделать прием стэтбэк, который сломает игру, и, соответственно, тот, кто сделает этот финт, исчезнет навсегда. Багдс Банни жертвует собой, возвращает все на круги своя и погибает. Вот и все, ребята. Как они вообще могут, в принципе, умерять? Они же в мультике. Ну не стирайте, типа себя. Три минуты. Три минуты ты был погибшим на экране. Блин, это вот мы смотрели Акро, там тоже, примерно, те же проблемы. Типа, о нет, она умерла. А, нет, она жила, все в порядке, это то же самое. Вообще даже не пытается, да? Я же сказал, я нарисован, и со мной ничего не случится. А, ну тогда вообще весь сюжет с мультяшками не имел никакого смысла. Вы ж нарисованы, значит, понарошку. Никогда не был в Голливуде, хочу посмотреть, где тут звезды живут. Ну вообще ты был в Голливуде, был отдельный фильм про то, как ты был голливудской звездой, алло. Ну а теперь самая унылая камео Билла Мюррея, которую только можно было представить. Спасибо за внимание. Все. Что ж, это были два часа отбитой мешанины под названием «Космический джем. Новое поколение». Мне от этого фильма ни тепло, ни холодно. Я чувствую какую-то пустоту. Первый фильм имел, как минимум, четкую структуру и не менее кайфовый саундтрек, который стал культовым. Здесь же ни того, ни другого. Это не полнометражный фильм в полном понимании слова. Это просто конфетти от хлопушки. Я про это и говорила. Про красочную яркую обертку, понимаешь? Потому что это реально так и выглядит. Смысл вообще какой-то... Я не понимаю. Непонятно, странный. Я смотрела... Вот мы смотрели с тобой обзоры даже на какие-то российские мультики от Чака. Там даже был больше какой-то смысл. Серьезно. Просто был какой-то странный. Наверное. Реализация там ужасно хромает. Да, а тут вроде типа графика красивая, но всего так много. Так слишком. Тебе просто забиты деньги. И что не свойственно для таких фильмов – ужасная актерская игра. Так, потому что это не актер. Потому что это еще ужасная озвучка, потому что это уже понятно. Но это уже наш. И в итоге это на самом деле все как-то вместе комбинируется. И ты просто... Вот если бы я смотрела для себя, включила бы по какой-то причине этот фильм, я бы выключила бы его сразу практически серьезно. Потому что такая типа... Я не буду тратить на это время. Серьезно. Как бы... Очевидно, мне кажется, по логике он должен был дико провалиться в прокате. Я не знаю. Хотя... Я думаю, да. Хотя, знаешь, мы с тобой иногда говорим, но это провалится. А она берет и набирает. Еще бездушная, пластмассовая голливудская блестяшка с главным героем, чей актерский диапазон не выше коробка от спички. Сюжета попросту нет. И по сути нам лишь упорно толкают Найк и то, какой Леброн крутой. И я уверен, что ребята из Луни Тюнс заслуживают лучшего. Оттого безумно обидно, что такой долгострой в итоге пролетел над нами, как фанера над Парижем. И все же я жду Триквилл с Гусейном Гасановым. Ожиданно. Короче, мне кажется, на месте... Я, к сожалению, не шарит за спорт. Я не разбираюсь. Я забыла, как зовут чела. Леброн. Леброн? Да. Леброн, вот. Короче, лучше бы, честно говоря, он снял какой-то себе такой мотивационный фильм по типу Гусейна Гасанова, что я Леброн, я вот... Рост там-то... Документальный, да? Да, да, типа, я вот вырос, да, я Леброн, вот мои друганы. Вот я из детства, вот мальки продавал. Да, 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 у Баси там, вот на овощи... На еле один доширак. На всю семью из 15 человек. Да, 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 вот это все, и там как-то показал бы это. Я вот добился успешного успеха. Хочешь быть таким же успешным успехом? Ну, типа, да. Покупай мой курс. Нет, покупай мой курсовки Nike. Ну, не суть. Короче, это было бы как-то гармоничнее. А тут он, типа, вроде как захотел какой-то креативный фильм. Он сам захотел, да, получается? Он захотел, и почему? Потому что, да, он видел этот фильм с Майклом Джорданом. Он такой, я же тоже легенда, я тоже Майкл Джорданом. Я даже круче, чем Майкл Джордан. Мы сейчас снимем фильм. А тут вообще сам Леброн-то? Я не знаю, Майкл Джордан, я слышала, даже хотя про спорт не знаю. Про него первый раз. Баскетболист? Кто, Леброн? Может, ну, рэпер? Баскетболист. Леброн. Кто, вот этот главный герой? Баскетболист, да. Тоже настоящий. Конечно, он поэтому и снимал фильм, что я такой у тебя самый классный баскетболист. А, ну, нет, ну, Джордана-то я знаю. Так там-то и дело. И он хотел снять фильм, что, типа, вот есть Джордан, а есть я, я вот... А есть Леброн. Да, вот мы там где-то рядом, я, может, даже чуть-чуть выше, и поэтому я хочу фильм, но, знаешь, проснись ты немножко. Бывает. Поэтому все-таки лучше было бы ему делать какое-то там биографическое, ты как считаешь? Да? Биография бы лучше была. Ну, для фанатов. То есть фанаты... Не, ну, слушай, может, он, конечно, сделал для себя в стол, ему все кайфово, ну, типа, сам себе удовлетворил запросы, и все. Ну, если он оплатил гонорары всем из студии, еще на... Ну, просто студия рассчитывала же на прибыль. Вот непонятно, сколько этот фильм-то собрал, понимаешь? Я думаю, нет. Не рассчитывали ли они на прибыль? Нет. Или не собрал? Нет. Не собрал ничего, думаю. Я тоже так думаю. Ну, для себя сделал только грушку. Ну, да, потому что могу. Потому что я богатый, я могу. Да. И все. Вот такая, короче, получилась реакция. Большое спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.